напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали как зовут героиню марины нееловой в кинофильме дамы приглашают кавалеров а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео дамы приглашают кавалеров это лирическая комедия 1980 года эта история симпатичной и доброй анны позняковой который уже за 30 которая до сих пор не нашла свое женское счастье после того как кавалер анны влюбился в ее подругу она решила уехать на юг где на ее сердце появляется новый претендент чем голосом говорит дядюшка мокус в мультфильме приключения поросенка приключения поросенка фунтика советский четырехсерийный мультфильм анатолия солина снятый по сценарию валерий шунжика и юрия фридмана а добрый дядюшка мог усговорит голосом армина джигарханяна кем работал тютюрин из фильма неисправимый лгун алексей иванович тютюрин 20 лет работает мастером парикмахером он никак не может получить повышение дозавзалом так как часто опаздывает причем по совершенно невероятным причинам из-за чего его все считают лгуном в каком кинофильме ирина муравьёва сыграла нину соломатину карнавал двухсерийный фильм 1982 года о провинциальной девочки не не соломатиной которая мечтает уехать в москву и выучиться на артистку столица девушка сталкивается с множеством испытаний а также терпит фиаско в личной жизни легкомысленный москвич никита бросает нину ради другого увлечения какой из этих кинофильмов не снимал ильдар рязанов бриллиантовая рука это советская эксцентрическая комедия снятая леонидом гайдаем в 1968 году это одна из самых успешных картин в истории советского кинематографа в какую страну поехала кати котова из кинофильма отпуск за свой счет воспитательница детского сада кати котова приехала из верхнеярска в москву чтобы встретиться с молодым человеком по имени юра чтобы отправиться в венгрию куда юра едет в командировку кати доходит до заместителя министра и добивается переноса отпуска как зовут бывшую хозяйку поросенка фунтика госпожа беладонна это пожилая дама хозяйка магазина слеза ребенка бывшая хозяйка фунтика после бегства поросенка в начале мультфильма занимается исключительно его поисками и поимкой за кого выдавали себя катерина и людмила в фильме москва слезам не верит на время поселившись в квартире профессора тихомирова катерина и людмила решили произвести впечатление на своих московских знакомых для этого они представились дочерями профессора и устроили в его жилище роскошный прием как звали щенка с которым дружил котенок по имени гав мультфильм рассказывает о приключениях котенка по имени гав и его друга щенка шарика зверушки постоянно находят неприятности и попадают в нелепые ситуации какой из этих фильмов не снимал леонид квинни хидзе покровские ворота советский двухсерийный художественный телефильм снятый михаилом казаковым по одноименной пьесе леонида зорина картина повествует о событиях которые происходили во второй половине 1950-х годов с жителями коммунальной квартиры у покровских ворот в каком из этих фильмов не снималась татьяна даронина татьяна даронина сыграла роль колхозницы клавы в фильме горизонт роль надежды в фильме старшая сестра и роль нюр в фильме три тополя на плющике в фильме стрепуха татьяна даронина задействована не было по новеллам какого автора леонид гайдай снял кинокартины деловые люди деловые люди советская кинокомедия сняты в 1962 году режиссером леонидом гайдаем фильм состоит из трех не связанных между собой по сюжету новелл основанных на рассказах американского писателя оливье генри первая новелла трагическое остальные две комические какой советский фильм был снят позже других позже всех был снят фильм киндзадзад который вышел на экраны в 1986 году интересно что по сценарию скрипач вез из грузии не уксус а крепкий алкогольный напиток чачу так на альфу вместо земли героев сценарий попадали из-за того что перепелись и промахнулись но когда фильм уже был снят в ссср как раз развернулась антиалкогольная кампания и чачу пришлось заменить на уксус кто из этих актеров был мужем натальи гвоздиковой в 1974 году на съемках фильма рожденная революции натальи гвоздикова познакомилась жене жариковым актеры сыграли супругов спустя год совместной работы гвоздикова и жариков поженились чим голосом говорит слоненок в мультфильме 38 попугаев 38 попугаев это цикл из 10 кукольных мультфильмов для детей повествующих о приключениях мартышки слоненка удава и попугая слоненка озвучил актер театра и кино михаил казаков как зовут героя георгия буркова в фильме профессия следователь профессия следователь это 5 серийный художественный телефильм детектив снятый режиссером александром бланком в 1982 году главную роль следователя по особо важным делам полковника милиции бориса ивановича антонова сыграл георгий бурков а как звали ворона который фигурировал в сцене возмездие товарищу сахову в кинофильме кавказской пленнице а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в кинофильме кавказская пленница когда эдик с шуриком подошли к окну из которого выпрыгнул товарищ сахов на плечо эдик усел ворон молодой человек сказал а гамлет молодец а почему в кадре фильма 17 мгновений весны когда штирлиц рисовал картинки не его руки когда штирлиц на экране рисовал картинки в кадре крупным планом появлялись чужие руки дело все в том что у вячеслава тихонова на левой руке красуется отголосок бурной юности наколка слава гримеры старались ее скрыть но так ничего и не помогло если внимательно присматриваться то можно заметить что тихонов даже на общих планах старается скрыть тыльную сторону ладони от камеры и от зрителя так что свои руки штирлицу одолжил ассистент художника феликс ростовский под каким названием финляндии вышел советский комедийный фильм 3 плюс 2 очень часто иностранные фильмы в советском прокате выходили совсем под другими названиями нежели чем в оригинале однако на этот раз случилось обратное с фильмом 3 плюс 2 в финляндии фильм вышел под названием как укротить мужчину на энкоси тетаан майки а а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как называется сказка 1972 года о бабе еге евдокии и олене с рогами как в данном коротком ролике а а напишите в комментариях ваш вариант ответа как называется эта сказка 1972 года о болении с такими рогами надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест